Илья уже не может молчать, уже просто готов комментировать сразу. В сковороде рис готовить, шапочка не такая, как должна быть. Креветок мало не бывает. Икру мой вы. Как потом из этого готовить, не знаю. Надо быть виртуозом, чтобы поедать ролл на 8 равных частей. Немножко про ножи. Жубку отрезал, в рот закинул, пошел дальше работать. Тоже не прикольно. Эстетика в нашей кухне очень важна. Всем привет, вы на канале Бизнесофия. Здесь я рассказываю о нашем бизнесе, о суши селл, о том, как мы развиваем нашу франшизу. И сегодня у вас будет интересный эксперимент. Мы будем готовить роллы по рецепту, взятому из ютуба. Ленивые суши или, как говорят японцы, суси для тех, у кого руки растут не из того места. Потому что существует такой миф, предположение, что можно вообще взять просто ролик из интернета. Там показано, как готовить. И у вас будет суши, который вы не отличите никогда от тех, что готовят доставки. Роллы. Первым делом сварим рис. И мы сегодня проверим. Мы вместе сегодня снимаем с нашим бренд-шефом Ильей. Он расскажет уже со своей, с профессиональной точки зрения. А я уже буду просто как обыватель, поделюсь тоже своим впечатлением, своим опытом. Подписывайся на канал. Меня зовут Екатерина Демина, и мы начинаем. Приготовим очень вкусные запеченные роллы. Ну вот на самом деле, выглядели они симпатично. Симпатично, но это ракурс просто такой угон. Если посмотреть с них с другой стороны, вот здесь, мы видим, что шапочка такая прям не такая, как должна быть, чтобы она была как в доставке сделана. Загритую сковороду. Погоди, погоди. В сковороде рис готовить. Ну сейчас посмотрим, как они это умудрятся сделать. В разогретую сковороду с растительным маслом высыпаем рис и обжариваем пару минут. Я не знаю, для кого это рассказывают. Рис обжаривают, только если рис плохой, прям совсем сильно плохой, чтобы он не развалился. Так делали в советских столовых, но это вообще другой способ. Рис так не варится. Покажите хоть как рис делать. Ё-моё, ё-моё. Помыли рис, закидывали. И это всё быстро жарили. Я домохозяек, для тех, кто не умеет рис варить. Конечно, можно сварить в кастрюле, но это очень сложно, чтобы сделать, чтобы он был максимально рассыпчатый и при этом сварился был в зернышко, в зернышко. А я вот смотрела, что так вот рис готовят на сковородке. Это если хотят плов приготовить по каким-то там восточным рецептам, то его сначала обжаривают, потом заливают. И тогда он действительно получается рассыпчатым. Но это не тот рис для суши, который должен быть. Смотрим дальше. Заливаем водой, добавляем соль. Илья уже не может молчать, уже просто готов комментировать сразу. Если добавить сразу соль, там структура изменится, и он будет совсем другой. Соль добавляется в качестве заправки уже после, вместе с уксусом и сахаром, кстати. И варим под крышкой примерно 10-15 минут. Они варят рис 15 минут. Я не знаю, за счет чего так быстро он готовится, за счет обжарки или чего. Ну да, его сначала же обжарили, тепловая обработка была, потом сварили. На самом деле все зависит от количества риса. Если его сильно много, естественно, он варится чуть дольше. Но в целом цикл примерно минут 30. Но мы же вот сначала он у нас варится, рис, вообще рисоварка, а потом он какое-то время же настаивается. Да, там проходит 15 минут, он впитывает в себя там последнюю влагу, все, что нужно, отдает. И потом уже мы можем его открывать и из него что-то готовить. В готовый рис добавляю рисовый уксус и перемешиваю. Так, а здесь очень интересно про рисовый уксус. Да, используется для заправки рисовый уксус. Тут есть очень много разных нюансов. Например, в уксус нужно добавить соль и сахар, предварительно его нагреть, чтобы соль и сахар растворились. Потом остудить, а потом заправлять рис. И тоже рис должен быть заправлен не горячим. Если мы будем заправить горячий рис, то уксус быстро испарится и рис не заправится равномерно. И там, кстати, на видео прям все в комочках такое. Как потом из этого готовить, не знаю. Теперь все красивенько уплотняем. Класс! Уже бы сожрал. А мне интересно, что тут вообще нигде нету грамма. То есть, типа, посолил на глаз, а потом уксуса налил на глаз. И непонятно вообще, что получится, какой там вкус. Да, и сколько нужно было воды, кстати, налить там. Лист нори выкладываем на циновку. Кладем немного риса и равномерно распределяем. Вот здесь сейчас уже выкладывают на нори. И мы сейчас попробуем тоже, на самом деле, параллельно делать этот ролл. И будем потом его запекать. И посмотрим, как у нас будет отличаться результат от того, что в интернете и у нас. Есть очень важный нюанс к любым практически перчаткам. Рис будет липнуть, если только вы маслицем не смажете их. Иначе это будет как руками. Поэтому начнем. Отступив сверху, 2-3 сантиметра. 2-3 сантиметра. Тут есть важный нюанс. Можно остановить? Да, тогда мы убили. 2-3 сантиметра, если мы вот столько отступим, у нас должно быть начинки там. Ну, наверное, вот столько. Чтобы он нормально завернулся. Вот столько отступает, когда там реально вот столько начинки. А в нашем же случае, что важно, распределить рис, не придавливая его и не деформируя. Только потому, что мы потом дальше будем ему придавать форму. И чтобы у нас из риса не получился некий крестер. Давай объясним, почему именно вот такую, почему не такую. Про начинку понятно. Но если у нас начинки столько же, сколько у них, и мы разложим больше, что будет? А он завернется, и будет такой рулет. Рулет. Именно рулет. Не ролл, а рулет. Мы берем и сейчас все вместе пытаемся его завернуть. Крутим, 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 крутим. Чем ролл от рулета отличается? Рулет он так вот завернут, а ролл, вся начинка внутри, и рис как будто бы снаружи, и оно так все соприкасается с друг другом очень красиво. Все зависит от начинки, но в нашем случае из того, что мы будем делать, мы туда добавим некоторое количество. Ну, третий, третий. То есть вот такой ролл, когда сверху вообще у нас будет нори, а не рис, то есть он называется закрытым, потому что сверху у него нори. А если бы мы делали, допустим, в Филадельфе, там рис сверху, а нори внутри, это называется открытый. Там раскладка совершенно по-другому делается. Хочу еще добавить про нарезку огурца. Насколько он там крупно или мелко нарезан, это все сильно влияет на вкус, и поскольку текстура более крупная, она будет доминировать, когда мы будем есть, и мы не почувствуем остальных ингредиентов, будем просто такие палки огурца лопать. Поэтому и в японской истории, и не только в японской истории суши, огурцы нарезаются очень мелко вот таким вот образом, для того, чтобы мы могли почувствовать отдельно все ингредиенты. Начнем потихоньку раскладывать, что там было дальше. Так, далее выкладываем начинку. У меня огурчики и креветки. Много креветок там раскладываются. Креветок мало не бывает. Мы тоже возьмем креветки. Здесь есть некий лайфхак. Мы когда ее варим, она вот так вот заворачивается. И предварительно мы можем сделать так, чтобы она равномерно легла на поверхность риса, чтобы мы завернули, и в каждом кусочке у нас было одинаковое количество креветки. А можно еще рассказать про эту черную штуку, которая бывает? У наших креветок нету. Тут я в видео смотрю, что тоже нету. Но вообще многие не знают, что это, не убирают. Когда узнают, очень удивляются. И потом во всех доставках ищут эту черную жилку. И очень судорожно к ней относятся. Получается, по спинке креветки, это вот здесь. Здесь идет пищевод. И, как правило, перед тем, как мы варим креветку, мы его удаляем. Кишечник, короче. Я бы сказала, не пищевод, я бы сказала, кишечник. Он бывает наполненный, а бывает не наполненный. Но вот наполненный, он прям такой неприятного коричневого цвета. Если вы не хотите есть креветки с какашками, то вам нужно правильно научиться их чистить. Сверцаем какаху. И вытаскиваем кишку. Здесь у нас чистенькая, классная креветка. Да, чистим, чистим перед тем, перед варкой. Это очень важно. Итак, раскладываем креветку. Так, смотрим, как здесь заворачивают. И потом уже попробуем сами тоже своим способом. Оставшийся кончик листа нори смачиваем водой. Здесь все верно. Единственное, мы циновку полностью обматываем. Здесь, если нужно приготовить один раз, то можно и поступить таким образом. Она обматывается для того, чтобы не прилипал рис. И можно было удобно, легко завернуть этот ролл. Мы сделаем сейчас то же самое. Итак, заворачиваем ролл. Все зависит от того, мы делаем круглый или квадратный. Если квадратный, сразу придаем форму. Если круглый, то круглый. Но у нас на видео есть кругленький. Придаем круглую форму, подтягиваем. И дальше смачиваем для того, чтобы ролл скрепился. Раньше рукой смачивали. Раньше у нас стоял контейнер. И мы такие, типа, макаешь в контейнер, потом это мажешь. Ну, понятно, что все в перчатках, но технология была совсем другой. И вот так, конечно, гораздо прикольнее работать. Некоторые думают, что в этих контейнерах там вода с уксусом или там с лимончиком. На самом деле, просто обычная вода питьевая. Слегка подзатягиваем, чтобы ролл у нас не разваливался. Обязательно здесь вот то, что называется жопкой, мы ее вот таким образом подбиваем для того, чтобы здесь был ровный, красивый кусочек с начинкой. И здесь делаем то же самое. Дальше. Это от нарезки у нас дальше. Сейчас мы посмотрим. Получившийся ролл разрезаем на 8 равных частей. Здесь надо быть виртуозом, чтобы порезать так ролл на 8 равных частей. Глаз-алмаз, либо с линейкой надо подходить. Там на видео видно, что показано там пару кусочков отрезано, а все остальное было скрыто. Как правильно резать? Давайте посмотрим. Для начала нужно отметить середину. Есть несколько способов. Некоторые режут вот таким образом между пальцев для того, чтобы было две направляющие. Так обычно учат сушистов, те, которые пришли без опыта, им так проще научиться. Есть повара, которые используют принцип нарезки вот такой, таким образом, как обычная нарезка. И направляющая здесь только одна. Я привык резать именно так, поэтому я покажу таким способом. Здесь у меня будет направляющая, и я делаю срез, разворачиваю. Мы здесь уже можем увидеть красивую начинку. Да. Дальше очень важно это отрезать часть вот этих жопок. У нас вообще они более-менее, но можно туда отрезать. Да, но лучше всего отрезать. Вот есть прикол, короче, с этими жопками. В каких-то доставках их складывают в контейнера, и потом просто персоналу отдают, и персонал их ест. Вот нас на самом деле это запрещено делать, потому что, ну, как бы вот сейчас Илья отрезал вот такой вот кусочек, да? Но если ты понимаешь, что тебе потом есть этот кусочек, то ты отрежешь как бы побольше кусочек. Вот. Ну и вообще это не прикольно. Еще бывает такая история, что едят со стола, то есть типа жопку отрезал, в рот закинул и пошел дальше работать. Тоже не прикольно, тоже на самом деле запрещено. Я считаю, что в нормальных сушках должно быть понимание, как у руководства, что это делать не надо, так и у поваров, что это вообще просто, ну, как бы неподобающая такая вещь вне этикета поварского. Тут же хочу добавить, что для питания в любом заведении есть определенное место. Здесь мы пищу готовим, а для того, чтобы самому покушать, это специально отведенное место. Мы снимаем форму, идем, там кушаем, потом возвращаемся на кухню, чтобы готовить еду для наших гостей. Согласна. Так, немножко про ножи. Каждый нож исполняет определенную функцию, и он нужен для определенных задач. Вот это традиционный нож для того, чтобы нарезать рыбу. Его используют для нарезки сашими, либо рыбы для сашими. На нашей кухне мы нарезаем таким ножом рыбу, но и не только таким, то есть любым другим филейным ножом, который имеет длинный вытянутый клинок и узкую, получается, вот эту поверхность. Здесь нож односторонний, он не годится для нарезки роллов, поскольку когда вы будете резать, он будет срезать под определенным углом. То есть он будет сам себя направлять для того, чтобы сделать вот такой срез. Поэтому для нарезки роллов мы не используем такой нож. Мы берем обычный европейский нож, как правило, называется шеф-нож. Выглядит он таким вот образом. У него двухсторонняя заточка обычная. Главное, чтобы он был длиной не менее 18 сантиметров для того, чтобы было удобно нарезать и имел удобную ручку. Ну вот мы не знали этих нюансов и на самом деле развязали роллы вот именно таким односторонним. Он еще на самом деле сложный в заточке, этот нож. Ну и приходилось подстраиваться, что да, сейчас он пойдет не в ту сторону. И стажеров было очень сложно учить. И вообще, в принципе, нарезка – это же тот этап, к которому быстро не подпускаешь. Конечно, это практически последний этап, когда ты уже научился там рис варить, там три года рис варил, потом ты ролл крутил, а потом только нарезка. Это самый такой последний этап и ответственный. Да, на самом деле, потому что хочется, чтобы клиентам приходили роллы нормальные, не кривые, не косые, потому что люди обращают на это внимание. И когда стажер накосячил, ты думаешь, блин, что теперь делать? Поэтому это такой один из самых последних этапов. Да, и что мы делаем, если ролл получился кривой? Мы просто берем, переделываем и отдаем красивый ролл. Эстетика в нашей кухне очень важна. Еще один лайфхак для того, чтобы нож хорошо резал и не прилипал к рису, к сыру, если он есть внутри. Его можно слегка смочить. Вода – это питьевая, ее можно использовать. И тогда он очень легко будет резаться. Сейчас мы режем на 8 частей. Ну, очень легко он будет резаться, если у вас хороший заточенный нож, я вам скажу, по практике. Если нет, то вы будете пилить этот ролл. Для сырной шапочки смешайте икру моевы в соусе, сыр и соевый соус. Икру моевы. Расскажу. Есть тубика – это икра летучей рыбы. Есть масага. Да, это икра моевы. Но это немножко другая икра моевы. Она просто в магазине не продается. Вы просто так ее не купите. Редко в каких-то магазинах, в специализированных рыбных, ее можно приобрести. Но она имеет совершенно другой вкус, не тот, что в тюбиках, которые, знаешь, это моевы. И это будет совсем другая история. Поэтому рекомендую взять нормальный майонез, нормальную икру моевы, которая называется масага, и хороший сыр, и смешать. Тогда получится вкусно. Но и не из тюбика, пожалуйста. Роллы я отправила в форму для запекания. Здесь, на самом деле, два важных нюанса. Сейчас Илья расскажет по замесу. Мне хочется обратить внимание. Вот мы закрывали с вами роллы, говорили, что две трети должно быть закрыто рисом, а остальное пустое. Вот у девушки там было 2 сантиметра она оставила. И посмотрите, какая улитка получилась на фотографии. Это совсем не эстетичный ролл. И в домашних условиях тоже я бы позаботилась, на самом деле, об эстетике. Итак, замес. Здесь мы видим из мешка. Да, там получится какая-то такая шапка, но она будет неравномерная, некрасивая. Здесь мы используем обычную ложку для того, чтобы покрыть сверху весь рис, который тут есть. Вот такими движениями. Получается очень симпатично. И получается вот такая красивая шапочка. Отсадила соус с помощью кондитерского мешка. Отправляю в духовку на 5-10 минут. Звучит, как кондитерский рецепт. Отсадила, отправляем в духовку на 5-10 минут. На самом деле, да. Почему придираемся к тому, что 5-10 минут? Потому что здесь есть разница 5 или 10 минут. Это совершенно разные роллы получатся. Разной степени, я бы сказала, даже у жарки. За 10 минут, мне кажется, там вообще роллы могут умереть. Ну, смотря какая температура. Если там 80 градусов, можно и на полчаса поставить. А если там 180, как обычно в духовке бывает, то за 10 минут там получатся угольки. И мы сейчас с вами попробуем, тоже поставим свою роллу в нашу печь саламандра. У нас сколько запекается по времени? Примерно 2 минуты. Примерно 2 минуты. Попробуем. Роллы готовы. Приятного аппетита! Примерно 2 минуты. Пробуем. Пробуем ролл. На самом деле, в меню у нас такого нету. У нас обычно здесь еще внутри бывает сыр, если это запеченные. Но вот запеченных у нас большой выбор. Но наш замес, он творит чудеса и остальные продукты. Да, это вкусно. Но я бы добавила сырну сыру. И соусу, да. Сыр и соусом. То, что у нас в рецепте не было сыра, но сливочный сыр, на самом деле, творит с роллами чудеса. Поэтому добавляйте, не жалейте. Готовить роллы по рецепту из интернета или заказывать все-таки в доставке суши, решать вам. Но мне кажется, что наше видео показывает, что когда вы заказываете, а не делаете это сами, то, ну, вообще, на самом деле, результат получается вкуснее. Вы экономите кучу времени. И мне кажется, это на порядок лучше. Нужно довериться профессионалам, которые умеют и любят делать суши. Пусть они для вас делают с любовью, а вы наслаждаетесь. Мы в Суш-Силе делаем это с большой любовью. Подписывайтесь на канал, заказывайте наши роллы. Мы уже есть в 106 городах. Надеюсь, в вашем городе мы тоже появимся. Если нет, то придем к вам очень скоро, и вы сможете попробовать наши роллы. Редактор субтитров А.Семкин